Земной шар нам готов преподнести сюрпризы. Трагедия в Турции, к сожалению, тому подтверждение. Второе за историю страны разрушительное землетрясение – около 11 баллов. Казалось бы, далекая история, но накануне в Кемерово зафиксировали два толчка по 3,7 и 3,2 балла. Алтайский край до 2003 года считался сейсмически безопасным регионом. Но Чуйское землетрясение 27 сентября, дошедшее до нас, раскололо это спокойствие. Я специально выбрал картинки, которые теоретически могут возникнуть сегодня при расчетном землетрясении на территории Атлайского края. Старые застройки в пределах городской застройки или в качестве построенных домов может быть вот такая. Такие последствия. Сегодня в Барнауле началась масштабная научно-практическая конференция о высотном строительстве и факторах, которые нужно в нем учитывать. Тот случай, когда тематика мероприятия оперативно отвечает реальности. По данным замдиректора по науке Алтая-Саянского филиала единой геофизической службы РАН Алексея Яманова, в последние годы на западе Южно-Сибирских гор стало больше толчков несильной мощности. Он связывает это с большой техногенной нагрузкой, в частности, добычей угля и металлов. В последнее время все чаще землетрясения начинают обходить город Барнаул с севера. Новосибирская область постоянно испытывает сейсмические воздействия. Причем, оказалось, на этой неделе была сейсмическая ситуация в районе Чистой Озерки, которая расположена практически на западе Новосибирской области, которая раньше территория считалась не сейсмоопасной. Это один из важных факторов, которые нужно учитывать при строительстве высоток. Зданий больше 100 метров. Таких ни в Барнауле, ни в столице Сибири Новосибирске пока нет. На базе технического университета уже много лет готовят специалистов по строительству. Но, по словам ректора Андрея Маркова, для их появления нужно практически разрешить множество вопросов. Как строить такие здания? Здесь много всевозможных трудностей возникает. Во-первых, это работы, связанные с расчетом фундаментов. Это и доставка материалов туда, это и потом эксплуатация этого здания, это и пожарная безопасность. Надо проверить на адекватность эти расчеты. Вот с помощью такого научного сообщества мы эти вопросы, я думаю, здесь и обсудим. По словам экспертов, сейчас в России два противоположных тренда в строительстве. Тяга к малоэтажному и все чаще деревянному жилью. И наоборот, высотные сооружения. Первый небоскреб в Барнауле появится на речном вокзале. По оценке специалистов, жилой комплекс с 44-этажными башнями, которые проектирует компания «Селф» – удачный пример такой застройки. Объект получит и спецдокумент, в котором будет пункт о сейсмобезопасности. Завтра участники конференции проведут практическую сессию на полигоне, где проводятся инженерные изыскания на участке по улице Баварина, 8. Об этом расскажем в следующем эфире. Елена Макаренко, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.